Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Всем в этом мире. Добро пожаловать на программу «Чистая вибрация». Сегодня четверг, 13 января 2011 года. Я ведущий Джо Эмболу. Мы вещаем из Зоны Пробуждения, Международной радиосети, работающей в целях укрепления и пробуждения. В течение следующих 90 минут я предлагаю вам расслабиться и получать удовольствие. Я надеюсь, что у всех все хорошо сегодня вечером. Надеюсь, что все в прекрасном порядке. Даже если так не кажется, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы присутствуете при нашем прямом эфире. И хотел бы также поблагодарить тех, кто слушает архивные передачи. Я знаю, что у вас есть множество других возможностей, но я благодарен вам за то, что вы проводите ваше время с нами здесь на «Чистых вибрациях». Здесь и сейчас, где бы вас не застала эта передача. Если вы хотите каждую неделю получать уведомления о грядущих программах и мероприятиях, пожалуйста, зайти на сайт www.healingtheuniverse.com. Повторяю, healingtheuniverse.com. Вы также можете найти мою страницу на Фейсбуке и включить меня в друзья. Для тех, кто впервые слушает нашу шоу, я расскажу, что «Чистая вибрация» — это передача, посвященная человеческой природе, человеческой божественности, и божественности вообще, которая присутствует в каждом из нас. Что мы прячем от самих себя, что спрятано в нас в рамках этого планетарного проекта? Это наша божественность. Мы спрятали нашу божественную природу. Но что, если все мы — это просто учителя в человеческой форме, и мы учим тех, кто находится по другую сторону занавеса? Я думаю, что на самом деле мы и учителя, и ученики, и они тоже. Мы не преуменьшаем роль тех, кто по другую сторону. Мы признаем всех, кто выбрал эту инкарнацию, и повторные и повторные инкарнации, для того, чтобы получить новый опыт. Может ли кто-нибудь сказать недвусмысленно и подтвердить, что мы не учителя, которые воплотились в человеческой форме? Просто нужно выбрать именно этот опыт для того, чтобы проживать его снова и снова на благо человеческой духовности, на благо галактики, на благо Вселенной и на благо нашей эволюции. Я превозношу и вас, и себя, и прошу вас присоединиться к этому. В этой передаче мы будем говорить об интеграции человеческого и духовного. Этот процесс идет постоянно, и уже приближается 2012 год, и поэтому мы будем говорить о практическом применении такой информации в вашей жизни. Я рад представить своего специального гостя в этой передаче, международно признанного лектора, автора и ченнелера Гаи Пепп Льюис. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы сказать, что все, что я говорю сегодня, — это моя истина. Это не обязательно будет ваша истина. Существует много ароматов истины, и я излагаю лишь один из них. Возможно, что моя истина также будет изменяться по мере того, как я вспоминаю все больше и больше. Вы можете принять мою истину. Я предлагаю ее вам для вашего рассмотрения. Возьмите ее всю, возьмите часть, или не берите вообще. Это ваш выбор. Это всегда на ваш выбор. И, как всегда, ваши вопросы, комментарии, ваше участие всегда приветствуются. Вы можете позвонить по номеру 714-364-4353. Повторяю, 714-364-4353. Итак, начиная нашу программу, мой специальный гость сегодня — это международно признанный автор, лектор и ченнелер. Она автор книг «Говорит Гая. Тайная мудрость Земли» и «Говорит Гая. Мудрость для пробуждающегося человечества». Она также постоянный автор многих веб-сайтов и публикаций, в том числе журнала «Пробуждение». Она путешествует по всему миру и придает слово Гае, нашей планеты. Это ее пятый визит к нам и первое выступление в рамках «Зоны пробуждения». Для меня огромное удовольствие приветствовать Пеппер Льюис в передаче «Чистая вибрация». Пеппер, вы здесь? Добрый вечер. Добрый вечер, Джо. Я здесь. Спасибо, что пригласили меня вновь. Для меня, Пеппер, это также большая честь и большое удовольствие. Спасибо, что вы с нами. Я знаю, что у вас очень плотный график, и я очень ценю, что вы можете провести с нами некоторое время. Благодарю вас. Всегда пожалуйста. Да? Я просто хотел сказать, что сегодня вечером нам многое предстоит обсудить. Очень многое. Ну да, вы знаете, каждый раз, когда мы говорим, происходит все больше и больше в мире, что по меньшей мере подтверждает то, о чем мы говорим. Да, да, да. Очень много событий происходит в мире. Ну, давайте начнем прямо вот с этого места, с этого момента. Как я уже сказал, я очень ценю то, что вы сегодня с нами, и я хотел бы сказать всем слушателям, что с 26 января, если я правильно помню дату, это, по-моему, среда, если я не ошибаюсь, 26 января, Пеппер Льюис будет вести ежемесячную передачу здесь, в рамках Зоны Пробуждения. Я хотел бы добавить, что я очень высоко ценю то, что каждый месяц вы будете вести шоу на нашей радиостанции. Оно будет называться «Решение для маленькой планеты». Расскажите, пожалуйста, о чем оно будет? Ну, да, я хотела бы, конечно, вести эту передачу еженедельно, но, к сожалению, мой график поездок настолько плотный, что мы решили, что лишь в последнюю среду я буду вести вместе с своим соведущим эту программу. «Решение для маленькой планеты» — это программа о том, как Гайя воспринимает наши маленькие проблемы, которые обривают человечество на Земле. И мы будем предлагать какие-то пути решения, как начать заново какие-то виды деятельности, мы будем обсуждать экономическую ситуацию, ситуацию в образовании, фармацевтике. Мы будем направлять наши мысли в любом направлении и пытаться предложить варианты решения проблем. И независимо от того, какую тему мы рассматриваем, есть всегда решение. Иногда оно простое, иногда мы просто не видели его, иногда мы просто отказались от него, но нужно вернуться к нему, потому что оно поможет решить эту проблему. Поэтому нет ничего безнадежного. То есть можно сказать, что нет ничего невозможного, нет места, где нельзя найти прибежище. И, естественно, в передачах будут также сеансы ченнелингов с Гайей, и мы поделимся идеями по поводу нашей планеты, мы будем говорить с людьми, которые звонят в передачу. И я также надеюсь, что в моей передаче будут гости, великие мыслятели, провидцы, которые могут поделиться своими мыслями по поводу тем, которые мы рассматриваем. И я предлагаю всем слушателям также звонить и делиться своими заботами и мыслями с Гайей. Да, я говорил с другими участниками нашей передачи, и мы приветствуем. Это новое шоу, и я говорил с Джеффи Линдой, и я знаю, что они также собираются участвовать, и я тоже хотел бы принять счастье, но пока это только у меня воображение. Но вы, наверное, могли бы. Ну, я не знаю. Я хотел бы пока оставить в стороне этот разговор, посмотрим, чему это приведет. Итак, сейчас мы 13 дней уже живем в новом 2011 году. Я знаю, что многие люди интересуются, что этот год готовит для нас. Прошлый год для многих людей был достаточно трудным. От многих вещей пришлось избавиться, исчезли какие-то отношения, какие-то рабочие места, исчезли большие деньги. И это был достаточно трудный год, во всяком случае, по моему личному опыту. И я знаю, что в последней части 2010 года я лично увидел огромные изменения, не огромные эволюции. Так вот, что нам готовят в 2011 году? И, может быть, что думает по этому поводу Гайя. Ну да, Гайя говорила, что в этом году будут очень серьезные изменения, которые будут сильно отличаться от того, что мы знали раньше. И сейчас хорошее время для того, чтобы сказать, что иногда, когда я сталкиваюсь с определенными трудностями либо в ченнелинге с Гайей, либо с личными, либо в бизнесе, и делилась этими трудностями с людьми, многие люди считают, что если ты ченнелер, то все трудности просто магическим образом исчезают. Потому что мы помогаем другим, учителям, и поэтому мы все знаем. Но на самом деле это не справедливо. Это не так. Тем не менее, я хотел бы сказать, что дело обстоит по-другому, но тем не менее решение для всех проблем можно найти, когда я смотрю на других людей, и иногда это не имею в виду, и может быть, ты получаешься от чего-то. И я могу честно сказать, что иногда я думаю, а как же я? Но я вспоминаю, что я состою на счастливой службе, и жизнь дает нам то, что нам нужно на уровне души, на уровне личности, в рамках открытий, которые мы совершаем, и все это правильное, независимо от того, какие чувства мы испытываем по этому поводу. И все меняется, все течет. Прошлый год был таким практически для всех, кого я знаю, и этот год, видимо, продолжит эту тенденцию. Однако увидим, что появляются какие-то решения, появляется свет, люди могут сказать, ну вот теперь я вижу, теперь я прошел, скажем, две трети пути к истине, и осталась одна треть, и уже появится созидательный путь, будут отметены неработающие способы жизни, и появятся какие-то работающие. И в этом году появится возможность буквально протянуть руку в воздухе и сказать, вот оно, вот теперь я могу дотянуться до этой истины, вот она прямо передо мной. Мы можем поговорить также об интересных аномалиях, об аномалиях на Земле, в небе, в небесах, в ночном небе, появляются какие-то аномалии, причем все это происходит по всему миру, и, естественно, в людском мире. То есть есть много информации, о которой можно поговорить. Я хотел бы прокомментировать то, что вы сказали о 2010-м годе, и о людях, которые занимаются работой, подобной вашей. Многие считают, что люди, занимающиеся такой работой, легко решают все проблемы в жизни, но на самом деле все практически наоборот. Дорога еще более ухабистая. В этом случае у меня именно такой личный опыт. И проходя через все это, в прошлом году я понял, что для меня, лично для меня, не обязательно для кого-то еще, для меня, чтобы работать с другими людьми, для того, чтобы облегчить работу с другими людьми, для меня, по крайней мере, прямо сейчас, нужно исходить только из личного опыта. И в последние пару или тройку лет, или, может быть, больше, у меня накопился очень большой опыт, и я могу сейчас легче работать с людьми и помогать им на их пути. Потому что я знаю, через что они проходят, потому что сам через это прошел. И я могу им дать инструменты для работы, поскольку это именно те инструменты, которые я приобрел для себя в рамках своей работы. Что же касается 2011 года, я думаю, что нам также предстоит много такого рода опыта. И я думаю, нам предстоит учиться на своем опыте и преобладать еще больший опыт. Да, я могу сказать то же самое. У меня достаточно плотный и сложный год по различным причинам, но я благодарна за это. Я могу сказать, что я многое усвоила, и я могу практически немедленно начать делиться преимуществами и выгодами этого опыта с другими людьми. Знаете, важно, когда говоришь другим, «я знаю, через что ты проходишь», действительно знать это, то есть говорить не просто по ходе, а действительно протягивать понимающую руку помощи, чтобы человек осознавал, что мы находимся, так сказать, под одним зонтиком, у нас очень много общего в жизни, мы можем значительно больше, чем мы можем вообразить. Иногда мы не хотим другим говорить какие-то не самые приятные вещи, но правда состоит в том, что мы похожи, мы братья и сестры, мы все вместе. Именно так, нет сомнений в этом. И вы знаете, вы уже ответили на пару вопросов, которые я хотел задать, и я сейчас вспомнил о том, мне, когда мы начали программу «Зона пробуждения», это было 1 января 2011 года, и мне понравилось то, что вы тогда сказали, и то, как вы это сказали. И я помню, что кто-то, Джефф, по-моему, задал вам вопрос, и вы начали говорить, и потом я прокомментировал, что в вашей речи был такой сплав идей. Это была не только Пеппер Льюис, но и Гайя. «Пеппер дробь Гайя», вы говорили словно вместе. И, знаете, на днях я слушал эту передачу снова, и я аплодировал, и потому что я не слышал такого полного рассказа за последние 7 лет. Я начал эту работу 7 лет назад, и ваш рассказ об интеграции духовного и человеческого был очень полным. Мы словно говорили со своим духом, и информация, которую вы давали, была очень действенной и очень мощной. Она позволяла говорить нам с самими собой. И я надеюсь, что мы продолжим в том же духе сегодня вечером. Ну да, да, да. Ну, иногда, может быть, стоит отойти из проторенного пути, потому что иногда я пытаюсь проявить свои отношения не только с Гайей, но и с тем, что я называю «высшим я», со следующей истиной, со следующим моментом. И, возможно, это позволяет говорить мне нечто надлежащее и необходимое. И когда я учу людей ченнелингу, самое важное, что я говорю, не так важно, кем мы являемся, потому что каждая часть нас представляет собой хороший канал. Нам просто нужно открыть для себя этот новый канал. ведь у нас всегда есть место для расширения нашего существа и всегда есть место для следующей высшей истины или мудрости, которая уже на готове. И мы можем принять друг, чтобы достать ее. Я думаю, что вы абсолютно правы, и люди вновь начинают это делать. И именно поэтому я говорю, да, это потрясающе, именно в этом направлении мы идем. Мы должны понять, кем мы на самом деле являемся и чем мы являемся, что важнее. Почему мы не можем говорить самим собой, почему мы не можем вывести это на передний план, почему эта информация не может восприниматься так же сильно и так же действенно, как и другая информация. И я рад, что все больше и больше людей начинают это делать. Да, вы знаете, когда я начала ченнелинг с Гайей, она сказала мне, ты не уйдешь из этой профессии, это не карьера, поэтому на пенсию здесь не уйдешь. И тогда я еще не понимала этого, что это означает, что это мой дар, и это дар, который никогда не уйдет, или наоборот может уйти, что это на самом деле означает. Но теперь, после многих лет, когда я этим занимаюсь, я это поняла. Нужно понимать ченнелинг немного по-другому. Нынешнее понимание ченнелинга еще во многом зависит от того, как человечество воспринимает на основе сегодняшнего опыта, на основе своей телесной сущности и так далее. Нам нужно пройти немного дальше. Но это уже здесь, это знание уже здесь, не за углом, не в следующем поколении, не в следующем веке. Да, 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 это уже происходит, и я вижу, что огромное количество людей присоединяется к этому, и они согласны с тем, что что-то происходит, они согласны, что эта информация действенно, поскольку некоторые, например, устанавливают ченнелинг с какими-то глиудскими знаменитостями, например, или знаменитыми людьми. И я всегда спрашиваю, как это резонирует с вами, как это резонирует для вас. Да, вы знаете, есть еще одно соображение. Мы становимся слегка перегружены и слишком зависимы от информации. Ведь знание можно предложить в меньшем количестве слов, а мудрость вообще передается, скажем, каким-то легким движением или чувствам. И мы немного подселены информацией и нам нужно постоянно поддерживать этот информационный поток. Но мудрость же на самом деле это просто мудрость. Она не требует какого-то подтверждения или эхо. Да, мы знаем, что происходит. Гайя говорит с вами, но я не знаю, как обстоит этот процесс. и для меня это непонятно так же, как и для многих людей. Как это происходит? Это какие-то пакетные передачи мыслей или что это? То есть ченнелинг происходит не словами? Нет, отнюдь, совершенно не словами. Скорее передаются мысли, и даже не мысли, а какие-то пакеты света. это похоже на зип-архивы, которые есть у нас в компьютерах, и когда я разархивирую эти файлы, они переводятся уже в понятные слова. Ченнелинг не приходит на английском, испанском, французском или каком-нибудь в другом языках. Это словно поток света, и мы уже решаем, как преобразовать его слова. Именно так происходит процесс ченнелинга. Мы раскодируем этот свет и превращаем его в понятные слова. Знаете, я хотел бы пойти еще на один шаг дальше в нашем разговоре о ченнелинге. Я хотел бы поговорить о духовном сотрудничестве. есть люди, которые занимаются другими гранями этой работы. Мы уже говорили несколько раз с вами, и мне кажется, что сейчас эта деятельность набирает обороты. И вот эта идея о сотрудничестве людей для того, чтобы принести какие-то сообщения, какую-то информацию, сейчас эта деятельность активизируется. В прошлом году Сив Роттер и Джим Селп вместе выступили 10 октября 10-го года. Годом ранее Джеймс Тиберон и Джим Селп вместе выступили 9-го сентября 9-го года. В этом году Сив Роттер, вы и Джеймс Туайленд собираются устроить мероприятие 11-го ноября 11-го года. И кроме этого в Садоне будет мероприятие, где будете участвовать вы, ЛИ, и другие люди. То есть в этой радиосети даже и вообще в этом направлении развивается сотрудничество. Многие люди ведут передачи, ведутся на этом радиоканале. Я думаю, это невероятно, потому что я помню времена, когда люди считали, вот я делаю свое маленькое дело здесь, и я не хочу связаться с другими, потому что они могут у меня что-то забрать и увезти у меня какую-то аудиторию. Вы помните такое? Да, я помню что-то такое. Я помню, что люди даже не хотели делиться какими-то именами из списка рассылки и не хотели говорить, в какие города они едут с лекциями. И я помню те времена, когда это было достаточно трудно, и действительно ли это духовная практика. Такой вопрос приходилось себе задавать. Неужели это дух товарищества и дружбы? Сейчас, я думаю, все происходит достаточно естественно, и не из-за экономических соображений, и не из-за того, что очень много людей привлечено этой идеей. Просто сейчас на планете пришло время для того, чтобы люди достигали друг друга, и чтобы они действовали как единое целое, собирались вместе, чтобы ряд людей, заинтересованных в умножении света, действовали вместе. И он действительно умножается, потому что люди чувствуют, что такое товарищество, не только товарищество с духом, но и отношение товарищества друг с другом. Это происходит не только на наших мероприятиях и с нашими учителями, это происходит по всему миру. И Гайя также говорила об этом. И я могу дать вам пример, который может несколько напугать, но тем не менее во многих странах мира даже в их экономических системах происходит упадок, который может привести даже к дефолту. из-за этого они не смогут выполнить свои обязательства перед миром, но для других стран, которые владеют их долгами, это может принести какую-то выгоду. В этом заинтересованы МВФ, Всемирный банк, и сейчас все это всплывает наружу. из-за этого появляются новые экономические схемы, новые механизмы. Таким образом, люди начинают действовать в духе товарищества, протягивать друг другу руку, то есть делиться своими ресурсами. Они пытаются помочь друг другу с помощью тех ресурсов, которые можно обменять, которые можно передать в пользование, и граждане одной страны помогают гражданам другой страны, дают им новые рабочие места. Таким образом, взаимодействие происходит на уровне всего мира, а не только на уровне наших семинаров. И именно в таком мире мы живем. Да, я думаю, это справедливо и для меня. Я хотел бы на это надеяться. И мне очень нравится такая тенденция. Я всегда чувствовал, что я хотел бы действовать в духе партнерства. Я хотел бы сотрудничать с другими людьми. И были времена, когда я действительно пытался это делать. Может быть, я делал что-то неправильно, но вот сейчас я чувствую, что все это начинает работать. И мне просто нужно было научиться самому это делать. и сейчас я чувствую, что пришло время вернуться на какие-то точки и вновь начать сотрудничество с правильными людьми, с нужными людьми. И я думаю, что не только страны сотрудничают между собой, но и отдельные жители этих стран. И они испытывают по этому поводу хорошие чувства, и даже в их личной жизни они чувствуют какую-то легкость в связи с этим. просто разгадка заключается в том, что, может быть, раньше пытались сотрудничать не с теми людьми, а эти люди должны сотрудничать с кем-то другим. Просто нужно заниматься тем, чем нужно именно тебе заниматься. Да, я думаю, именно так. В некоторых случаях будет необходимо единой позиции. То есть, когда мы едины, мы непобедимы. И мы должны просто протягивать руку сотрудничества, пересекая границы, для того, чтобы проложить новый путь к новому существованию. И есть еще и другая точка зрения. Многие люди задают вопросы, будет ли сотрудничество с инопланетянами, с нашими друзьями с других планет, с пришельцами. Если мы должны сотрудничать, то почему мы еще не сотрудничаем. Я хотела бы сказать, что сотрудничество наладится, когда будет какая-то цель у этого, когда будет достаточная энергия и достаточный интерес, чтобы заинтересовать их. И тогда мы сможем сотрудничать не только в рамках различных стран и между ними, но и сотрудничать с пришельцами, с жителями других планет. Тогда может быть изменится направление нашего сотрудничества. Просто нам нужно быть более сознательными в этом отношении и более сознательно участвовать и направлять свои мысли к этому. И я с нетерпением жду такого момента, и я знаю, что вы этого ждете, и многие люди, с которыми я говорила в течение многих лет, они также ждут такого момента. Конечно, это может вызвать определенные трудности, но тем не менее это принесет и огромные выгоды. И эти выгоды будут очень важными и значительными. Я согласен с вами. Я думаю, что уже сейчас проявляются некоторые вещи, что-то происходит, и мы пересекаем какие-то барьеры, эмоциональные в том числе. Причем это касается не только людей. Гайя тоже убирает какие-то барьеры со своего пути. Это касается и пути стран, и целых наций. И они создают чистые, четкие каналы коммуникации между собой, коммуникации с Гайей, с Высшим Я, и я думаю, что сейчас просто многое проявляется, налаживается коммуникация, более сильная коммуникация, и я думаю, именно сейчас это происходит, даже если в прошлые годы этого и не было, и даже если прошлый год был очень трудным. Да, я думаю, если мы сейчас нашим слушателям сказали бы «Поднимите руки», как я делала на своих семинарах в конце года, в ноябре или декабре, я просила поднять руки тех, у кого был трудный год, и один или два руки человека, только не подняли руки, и я сказала «О, какие вы удачливые, вам повезло, у вас был легкий год». Я думаю, это действительно хорошо для них, но независимо от того, трудный был год или легкий, независимо от того, сколько работы мы сделали, просто сейчас приходит время, когда Гайя переходит на порог новой эпохи, она отказывается от старого, она смотрит в сторону нового, и я стараюсь следовать этой тенденции. Причем нет такой четкой границы, скажем, с 31 декабря на 1 января. Мы просто идем по эволюционному пути. Человечество развивается, продвигается вперед, и мы сейчас задумываемся, что мы знаем о нашей истории, что мы знаем о себе, что мы знаем, откуда мы произошли, кто наши настоящие родители в эволюционном смысле. Сейчас время, чтобы вновь открыть себя, и, естественно, это может вызывать определенные трудности. Да, я думаю, это сопряжено с какими-то вызовами. «Ну, Пеппер, мы с вами можем сколько угодно говорить друг с другом, но я знаю, что нас слушают наша аудитория, которая ждет ченнелинга Гайи, и мы не должны их разочаровывать. И я уже как бы вижу Гаю, который как будто сидит в гримёрке и говорит, ну, ребят, ну, когда же вы наговоритесь? Да, вы знаете, на моих семинарах происходит то же самое. Люди сидят с таким видом, как будто говорят, да, 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 ты очень хорошо говоришь, очень хорошо говоришь, ну, как же Гайя? Ну, что ж. Да, нам очень нравится, очень нравится, но, может быть, вы уже куда-нибудь пойдете и дадите нам Гаю? Да, но прежде чем мы перейдем к Гае, я хотел бы выполнить все формальности, связанные с нашим радиоканалом, но еще перед этим я хотел бы упомянуть следующее. Я знаю, что у вас намечаются ряд мероприятий в этом году, и я надеюсь, вы расскажете нам о ваших планируемых мероприятиях, как с вами связаться, в том числе для индивидуального ченнелинга с Гайей и так далее. Да, я быстро расскажу. Я думаю, что обучающий семинар пройдет в Садоне, он будет всего один, он будет в середине июня, в понедельник и вторник, сразу после конференции, которую мы делаем вместе с Ли Кэрол, и будет специальный вечерний сеанс ченнелинга, который я называю «Время с Гайей». Мы посвятим его обсуждению текущих событий, и я буду рада видеть там слушателей нашей передачи, и я думаю, это будет и полезно, и весело, и я надеюсь, многие смогут принять участие в этом мероприятии, и если вы хотите послушать Гайю, то в iTunes вы можете найти 10 новых подкастов, они распространяются бесплатно, вы можете найти это в разделе «Религия» и «Духовность», или просто сделать быстрый поиск по ключевым словам «Гайя» или «Пеппер Льюис», вы можете подписаться на эти подкасты, чтобы они автоматически приходили к вам. Когда мы будем выкладывать новые подкасты, будут видео-сообщения и аудиосообщения на YouTube, на канале «Гайя», поэтому, пожалуйста, регулярно проверяйте этот канал. Там, кстати, появился недавно новый выпуск об интересных и странных аномалиях, в том числе о том, что происходит с рыбой сейчас. И мы уже упомянули радиопередачу, и, конечно, на моем веб-сайте всегда появляется новая информация, и иногда появляются специальные предложения, которые будут сформулированы по мере того, как я проясню свои планы на этот год. Это замечательно, это потрясающе. Итак, Пеппер, вы можете вернуться в гримерку, и мы подождем Гаю, пока мы ждем ее. Я расскажу некоторые сведения, хорошо? Хорошо. Итак, вы можете найти нашу передачу на сайте 3w.awakeningzone.com, проверяйте регулярно наши обновления. Там будут обновления по всем передачам, касающимся метафизики, духовности и усиления человека. Я вновь рад объявить вам, что ежемесячно Пеппер Льюис будет вести радиопередачу на нашем канале. Она будет называться «Маленькая планета», первый выпуск 26 января в среду, и новые программы будут выходить каждую последнюю среду месяца в 3 часа дня или в 2 часа по восточному времени или в 9 вечера по времени Великобритании. Сейчас я хотел бы удостовериться, что я никого не забыл. Если я кого-то забуду, я прошу прощения. Я хотел бы упомянуть доктора Мэк Блэкморна, который будет еженедельно вести передачу, Ли Кэролл будет также вести периодическую передачу, и, естественно, мои партнеры по программе Awakening Zone также будут периодически сменять меня. Проверяйте наш веб-сайт, там вы увидите все детали, все подробности. На следующей неделе, в понедельник, 17 января, в 13 часов по Центральному Стандартному времени и в 19 часов по Гринвичу, вы услышите Келли Селиван, она расскажет нам о наших ночных снагнивных желаниях и о высших желаниях. Она живет в Гонолулу, у нее есть очень интересная информация для всех вас. Напоминаю, в 13 часов по Центральному Стандартному времени в понедельник. Я также напоминаю вам, что все наши передачи в архивном виде хранятся на сайте www.awakeningzone.com 20 января у меня будет специальный гость Питер Канова, он написал книгу о первой женщине-католическом священнике. И также в ближайшие дни у нас будут замечательные авторы Джимми Джентри, ведущий Зоны Пробуждения доктор Мэтт Блэкман Лози, Джим Селф расскажет нам об алхимии, Джефф и Линда Хаффи также выступят, будут также на наших передачах к Apple Fred Студио, и Кэрин Крессман в прямом эфире расскажет нам о мудрецах. Я также напоминаю вам о сессиях, которые я провожу, сессиях получения жизни и других частных сессиях, которые я провожу по телефону и лично в Сент-Луисе. Вы можете увидеть мое расписание на сайте www.healingtheuniverse.com напоминаю healingtheuniverse.com и отметив своих календарях в субботу 26 февраля я стану гостем на передаче виртуальный свет на сайте lightworker.com напоминаю в субботу 26 февраля и перед тем как мы продолжим я хотел бы поговорить весь персонал Кринсон Сиркл за их энтузиазм и за работу которую они проделали и которую они продолжают делать для создания Зоны Пробуждения огромное вам всем спасибо я очень высоко ценю я знаю что Джефф и Линда тоже высоко это ценят спасибо вам большое итак со всем этим разобрались Гайя с нами конечно дорогие мои где еще мне быть о я приветствую вас я желаю вам хорошего дня я желаю вам хорошего года и хорошей жизни и вы ожидаете чего-то большего я просто не хотел прерывать ваше сообщение да действительно сообщение очень простое сообщение подразумевает хорошего дня хорошей жизни знайте это начинайте именно с этого начните момент когда начинается ваша хорошая жизнь не нужно говорить ой какая запутанная жизнь трудная жизнь сложная жизнь это хорошая жизнь это хороший день для всего что хорошего есть в вашей жизни можно найти способ умножить это хорошее эти хорошие вещи они в сущности свои хороши это не вибрация это материал что-то хорошее это не материал это сущность это нечто что создает себя что репродуцирует себя и продолжает делать так и развивается в сознательной манере и таким образом развивается хорошее сознание хороший день также умножает себя и если это правда можно ли сказать то же самое о плохих днях таким же образом они умножаются не обязательно ведь эти вещи не так хороши если объяснять это просто чем ниже вибрации тем меньше ее скорость хорошая перемещается быстрее чем нехорошее или не такое хорошее поэтому пожалуйста начните понимать вашу жизнь и вашу среду обитания как хорошую это не суждение это не мнение это просто способ ускорить повысить уровень вывести на передний план это новое начало а сейчас я хотела бы услышать ваши слова вы знаете сегодня я получил по электронной почте сообщение от родной из наших слушательниц которая будет слушать запись этой передачи она спрашивает что происходит с пчелами в Соединенных Штатах куда они уходят куда они улетают и что мы должны с этим делать очень хорошо на самом деле сейчас очень мало можно сделать однако наступит время когда они вернутся они просто реструктурируют перестраивают собственную структуру они учатся по-новому взаимодействовать в сообществе и они постигают новые способы поддержания жизни колонии именно это и является причиной того что называют нарушениями в жизни колонии вскоре произойдут определенные мутации пока они еще не происходят и естественно это повлияет на ситуацию с продуктами питания это будет влиять на то какие пищевые ресурсы будут доступны в мире это все будет изучено и будут попытки переместить транспортировать пчел из одного района в другой это также связано с географическими условиями в которых пчелы могут существовать гармонично дизгармония во многих районах планеты воцарилась дисгармония и таким образом они приспосабливаются к новым условиям эти аномалии будут приходить в течение следующих 11 лет по меньшей мере а может быть и дольше ну и естественно это повлияет на пищевые ресурсы и они по-прежнему будут обеспечивать продукты питания однако это уже будет не таким надежным источником обеспечения пчелиного меда многие аномалии происходят в мире и это лишь одна давайте поговорим еще о других аномалиях о падении птиц с неба и о массовой гибели рыбы и многие люди объясняют падение птиц с неба фейерверками но я не знаю почему птицы умирают может им просто пришло время уйти с этой планеты нет это не так дорогие мои те кто обитал в небе они просто натолкнулись на звуковую волну той частоты которую они не смогли перенести это был словно звуковой удар просто он был настолько не совместим с частотой планеты это было силовое поле энергии и это поле ударило по всей земле по всей планете во всяком случае по ее значительной части и эта энергия прошла через планету и эти вещи которые имеют высшие вибрации не сильно почувствовали эту энергию а те же вещи или существа которые имеют низшую энергию смогли поглотить ее существа с чувствительными вибрациями не смогли перенести эту волну этот шторм это был словно электрический шторм который повлиял и на магнитное поле а птицы которые ориентируются по магнитным линиям в какой-то момент просто забыли что им нужно делать у них не было магнитного направления и они просто не знали что делать и они упали с неба будут и другие такие аномалии и это будет продолжаться в течение всего года и к концу года будет еще одно такое движение еще одно изменение как минимум но что касается фейервертов это очень слабое объяснение да это действительно слабое объяснение вы знаете что я вспомнил мой друг который изучает магнитные поля говорит что магнитные поля планеты изменяются и может быть не все понимают что именно происходит но тем не менее что-то происходит и очевидно и птицы которые летели они просто пришли в неправильное место потому что сдвинулись в магнитные линии и то же самое происходит с китами которые выбрасываются на берег заходят в маленькие гавани без того чтобы плавать в открытом море то есть происходит какая-то реструктуризация и это вполне объясняет и гибель птиц то есть они потеряли свои энергетические направления дело вовсе не фейерверков да происходят энергетические аномалии и вот это приходящее энергетическое поле усиливается и будет усиливаться и это может в частности привести к определенным трудностям связанным с работой устройств навигации потому что направления которые они указывают иногда будут меняться из-за усиления этих аномалий да понятно у нас уже есть слушатели которые звонят к нам и хотят пообщаться с ГАИ напоминаю вы можете позвонить по телефону 714-364-4353 и пожалуйста задавайте вопросы которые больше имеют глобальную или вселенскую природу чем личные вопросы потому что информацию которую ГАИ сообщает я думаю она важна для всех в универсальном масштабе поэтому я прошу вас сохранять именно такой характер вопросов итак первый участник номер которого начинается на 570366 итак вы в передаче чистые вибрации привет спасибо за ответ на вопрос о птицах кто это Элина Элина что мы можем сделать для вас я хотела бы задать один вопрос я думала о восточном побережье о том какой будет зима там сейчас холодно там много снега и я слышала такие предсказания они были обоснованными и примерно то же самое было и в прошлом году а что нас ждет в этом году это будет трудная зима влажная зима в какой-то момент покажется что она закончилась но затем она начнется снова поэтому нельзя рассчитывать на это потепление это будет такая ложная весна но нельзя ей верить вам будет кажется что зима уже закончилась причем намного скорее чем все рассчитывали но потом она вернется и будут другие аномалии повышенная влажность в других районах которые нетипичны для них и вообще погодные тенденции изменяются позже в этом году будет значительная сухость климат будет достаточно сухим и это вызовет озабоченность связанную с водными ресурсами и вода для многих станет первым предметом рассмотрения откуда она поступает кому она принадлежит каким образом исправить ее дефицит если есть дефицит то у кого есть доступ к ней кто оплачивает этот дефицит или кто будет оплачивать доступ что же касается зимы она закончится скорее чем ожидали но потом начнется снова похоже нам нужно быть благодарными за снег потому что он обеспечит некоторое количество воды да правильно но тем не менее этот снег выпадет не обязательно в тех районах где его можно запасать потому что снегопад не обязательно будет там где человечество сможет им воспользоваться то есть людям нужно будет научиться каким-то образом перемещаться спасибо большое спасибо за звонок большое спасибо итак еще один звонок номер начинается на 407 894 вы на передаче частей вибрации привет Джо и Гая это Худсон из Орландо я уже звонил на прошлой неделе помните да я помню вы звонили и я узнал ваш телефонный номер я помню что у вас был вопрос конкретно Гаи да отлично задавайте вопрос из двух частей они взаимосвязаны общий вопрос касается информации об исцелении точнее об устранении последствий разлива нефти в Мексиканском заливе могли бы вы сказать какую часть ответственности несет за это человечество и каким образом мы должны обработать эту информацию и каким образом мы уже сможем оставить позади последствия этой катастрофы потому что многие люди сейчас думают о последствиях этого происшествия какую информацию какие уроки мы должны извлечь из него да дорогие мои я скажу вам следующее какой будет урок никакого урока не было усвоено пока урок заключается в том что нужно быть более осторожными в каком отношении быть осторожными неужели не нужно бурить глубокие скважины или не бурить их в море или нужно снижать зависимость от нефти какие уроки еще были извлечены нужно более эффективно обеспечивать очистку я скажу что никаких истинных уроков извлечено не было но тем не менее вновь и вновь и вновь повышается сознательность это ничего это происшествие ничего не изменило но в то же время изменился весь мир потому что весь мир в какой-то момент озаботился тем что это может случиться в их водах в океанских водах рядом с их городами и это заставило землю также озаботиться этой проблемой ведь земля реагирует на все чувства человечества на печаль на его борьбу на его радость и так далее человечество и земля идут вместе они появились вместе в один момент и они объединились в этот момент момент этого происшествия и вся земля изменилась в этот момент что позволило родиться новым созидательным мыслям позволило им пройти через игольное ушко позволило появиться новым идеям и эти идеи внедрились в умы восприимчивых людей восприимчивых именно к этим типам идей родились новые устремления новые студенты выбрали те профессии которые связаны с предотвращением таких ситуаций если бы эта ситуация не произошла то они бы не рассматривали такую возможность и это так же привело к тому что появилась активная сила которая приведет к появлению новых видов еще пока совершенно не изученных которые может быть существовали только в воображении и я скажу вам представьте себе что эти последствия будут видимы через год через два года в совершенно других регионах мира нужно лишь некоторое время для того чтобы осознать что происходит от каких материалов страдают те или иные виды как расшифровать свойства новых материалов которые можно применять для ликвидации последствий таких происшествий кроме того в других регионах произойдут другие движения и перемены касающиеся этого ресурса этого вещества это также создаст трудности пусть и не такой величины в других частях мира человечество будет больше склоняться к другим ресурсам включая природные газы и вообще к газообразным веществам а не к нефти то есть многое изменится на земле и будут также открыты другие ресурсы это произойдет уже в этом году или в начале следующего года достаточно ли подробно я ответил на этот вопрос да достаточно подробно и очень красиво спасибо спасибо нашему слушателю я благодарен за то что он позвонил после нашей беседы на прошлой неделе я должен был позвонить я рад что Гайя ответила пожалуйста присоединяйтесь к нам на наших передачах чистая вибрация спасибо большое спасибо вам Гайя у меня есть пара собственных вопросов прежде чем мы вернемся к нашим слушателям я вижу что висит несколько слушателей на линии я слышал что многие люди говорят о доме они говорят о я хотел бы поехать домой мне трудно здесь я хочу домой что такое дом где находится дом это место очень хорошо это место это уникальное место однако оно немного отличается для каждого человека это место где существует вибрация не человеческой природы и это не дух это место которое знает все это место это то что вы могли бы представить как сущность духа или духовную сущность это наибольшая чистота вашей сущности без тела без необходимости планировать думать организовывать таким образом вы можете почувствовать эту вибрацию это товарищество это вечность связанная с вибрацией это очень созидательное место представьте место где вы как будто сидите на облаке и ничего не делаете это исходное действие где созидательность поддерживается практически все время это место которое человек считает наиболее гостеприимным и наиболее созидательным именно это указывает на дом который упоминает человечество и неважно сколько человек исследует в своей жизни он всегда помнит что у него есть какой-то дом красота этого места объясняется знанием которое из него исходит это знание того кем вы являетесь которое не забывается и не утрачивается но здесь на земле из-за нынешней структуры человечество не всегда знает откуда оно произошло каковы его наследия почему оно находится здесь почему все организовано именно так и человечество должно открыть это для себя но для существа это остается как воспоминание о доме это один из труднейших аспектов существования на земле и именно поэтому люди стремятся к дому домой может быть земля это и не дом но тем не менее можно найти какое-то место в ней которое можно считать домом чем больше там истинных вибраций тем больше это похоже на дом даже если это не дом кроме того я могу сказать что некоторые люди чувствуют себя очень-очень комфортно здесь на земле и для них земля представляется вполне себе домом и они могут сказать да я могу остаться здесь даже если они не остаются воспоминания о предыдущих жизненных сроках достигают такого уровня когда они считают землю домом спасибо за прекрасный ответ я не ожидал что он будет именно таким но ответ был просто потрясающим у нас в чате один из слушателей говорит многие считают что в 2012 году будет конец мира я хотел бы услышать комментарий Гай да действительно это будет в определенном смысле конец мира но это не конец земли мир и земля как небесное тело это совсем не одно и то же ведь может существовать много миров на одном небесном теле это конец этого мира конец этого календаря конец жизни как вы ее знаете и как это предсказали много лет назад майя к сожалению их предсказание было истолковано неверно они говорили придет время когда не будет времени и именно по этой причине происходят многие аномалии мир должен быть перестроен мир должен быть уничтожен но вновь говорю вам уничтожить мир и уничтожить землю это совсем не одно и то же мир это просто идея это концепция этот мир это концептуальная идея его можно уничтожать снова и снова но земля не уничтожится ваши экономики это концепции ваше правительство вложили эти концепции в ваши умы и они существуют в этом мире когда концепция подойдет к концу пришло ли это время да это время приходит но на смену придет более истинная более светлая идея если вы приникнете к этой идее вы увидите что последствия этих происшествий сокращаются они не будут незначительными но они будут минимальными спасибо большое и я хотел бы поблагодарить за вопрос в чате теперь обратимся к звонкам слушателей телефон начинается на 617680 добро пожаловать на чистую вибрацию привет это Миран из Бостона отрадно слышать Гайю через Pepper I'm a big fan я большой фанат я слышал раньше что Пеппер говорила что больше не будет нужен ченнелин потому что все будут связаны с Гайей я не говорю с вами дорогие мои Мир и так очень хорошо пользуется навыками ченнелингом нет я не хотел бы задавать личный вопрос у меня более общий вопрос но спасибо за этот ответ если мы хотим более тесно соединяться с Гайей какие рекомендации вы можете дать должны ли мы призывать какие-то особые конкретные сущности которые передавали бы нам информацию или мы просто должны быть открыты всем частотам и всем видам информации которые проходят через нас и какие упражнения вы могли бы рекомендовать для облегчения этого процесса спасибо дорогие мои это достаточно просто пусть у вас всегда горит свет всегда должен гореть свет независимо от того что приносит день вы всегда остаетесь на связи на связи с духом на связи с вашим я независимо от вашего настроения независимо от тех перемен через которые вы проходите вы остаетесь на связи с вашим духом во все моменты всегда конечно могут быть учителя будут определенные учения частоты но всегда есть что-то что присутствует постоянно не нужно постоянно искать признание или принимать решение о том что истинно а что нет каждый момент будет вести вас и поощрять вас временами вам будут встречаться учителя которые будут поощрять вас кем или иным образом иногда вы можете просто оставаться наедине с собой и вы увидите что вы становитесь сильнее теми способами которые вы не рассматривали раньше ченнелинг не будет необходим но это не означает что вы не будете оставаться на связи с духом вы будете чувствовать эту связь сильнее чем когда-либо потому что она будет ближе к вам по вибрациям и главное признать что вы открываете какую-то более глубокую истину что вы задействованы на более активном уровне вместе со всем человечеством с землей с небом во всем что вы делаете во всем что вы думаете это важно для земли это необходимо для человечества и я предлагаю вам это сейчас и всегда вашему разуму и вашему сердцу принципы и законы духа поддерживаются всегда независимо от того в каком мире вы живете хороший ли это ответ для вас да спасибо большое каждый раз когда вы так говорите со мной мое сердце согревается вы говорите с моим сердцем и затем с моим разумом позвольте мне кое-что добавить моя истина состоит в том что мы не можем прервать эту связь даже если мы ее не осознаем мы все равно на связи потому что мы являемся духом и мы никогда не можем забыть кто мы и чем мы являемся конечно иногда мы забываем кем мы являемся на самом деле и именно в такие моменты мы чувствуем что связь перебралась это моя правда моя истина я не знаю как чувствуют другие люди эту связь правильно ли это да именно так спасибо большое за ваш звонок пожалуйста звоните нам еще буду звонить спасибо итак у нас осталось примерно 15 минут итак вернемся к нашим звонкам а потом у меня будет пара вопросов номер начинается на 603365 добро пожаловать на чистую вибрацию привет джуи это макс привет макс как дела все хорошо спасибо за звонок у меня есть конкретный вопрос каким образом в течение следующих двух лет мы можем напрямую взаимодействовать с теми существами и с теми энергиями которые находятся внутри земли внутри вас каким образом мы можем взаимодействовать учиться у них работать вместе с ними сохраняя полную сознательность причем не только сейчас но и в новом мире во первых я скажу вам что новое полное сознание не вполне доступно вам сейчас хотя вы хотели бы пользоваться полным целостным сознанием вы пробудились но еще не можете поддерживать этот вид сознания но это первая часть ответа для того чтобы наладить общение которое вы хотите наладить вы должны поддерживать чистоту действительно поддерживать ее не просто задерживать дыхание или произносить какую-то молитву нет равновесие состоит в том что для каждого эта чистота индивидуальна и некоторые такие существа действительно хотели бы общаться с человечеством а некоторые совсем не хотели бы и в этом и заключается относительная истина если можно ее так выразить не все пока хотят налаживать контакт с человечеством они хотят увидеть человечество в его полном сознании на новом уровне сознания более высоком чем сейчас это время приходит но оно еще не наступило могли бы вы больше рассказать о тех кристаллических существах которые мы упоминали которые живут глубоко в кристаллах близко к центру земли и как они связаны с остальной вселенной чего именно касается ваш вопрос если присутствовали эти существа с самого момента создания земли или они пришли сюда откуда-то нет они были здесь не с момента создания земли но они знали о земле с момента ее создания они не люди и они не должны разделять всю свою историю с землей для того чтобы знать о ней они понимают землю ее вибрацию ее движение в различные времена земной истории но им не нужен тот опыт который есть у вас или те же воспоминания для того чтобы взаимодействовать с землей хорошо еще было упомянуто что глубоко внутри земли внутри вас и внутри вот три звезд которые находятся во вселенной происходят определенные процессы и они сходны с тем что происходит в центре земли как это происходит да такие процессы есть Макс есть ли еще какие-нибудь вопросы я думаю что сейчас просто не стоит занимать время длинного распространения наверное вы правы звоните нам еще спасибо Джо спасибо Гайя Гайя прежде чем мы продолжим я хотел бы сказать что в нашем чате сейчас присутствуют Джефф и Линда Хоппи они слушают нас из Эквадора они пишут привет Джо Пеппер и все слушатели это Джефф и Линда Хоппи привет Джефф и Линда спасибо что слушаете нас из Эквадора и Джефф пишет что Эквадор прекрасная страна но магнетическая энергия там совершенно другая и он интересуется что происходит там с Гайей с телом Гайей да там другая энергия чем ближе человек продвигается к экватору в Эквадоре это значительно ближе тем больше он чувствует энергию которая выходит из коры планеты из ядра и выходит и идет к полярным регионам да магнитное поле там более активно оно более активно ближе к экватору потому что там исходит энергия из центра Земли и есть определенное преимущество тех кто находится рядом с этими районами потому что они могут быстрее воспринимать определенные изменения энергии и адаптировать свое тело ускорять процессы в нем и делать их более полезными для себя поэтому это очень важное место и я счастлив слышать об этом Джефф говорит спасибо Гайей Джефф говорит я чувствую что в следующие несколько месяцев что-то произойдет значительно под водой вы знаете что-нибудь об этом не обязательно в этом районе но хочу сказать что все вот эти вот срединные регионы они все время активны всегда активны они не спят энергия там не отдыхает во всяком случае сейчас в этой части мира спасибо Гайя у меня есть еще один вопрос который пришел по электронной почте он касается отношений энергетических отношений Гайи я конкретизирую этот вопрос как вы их воспринимаете может быть еще конкретнее ведь можно задать подобный вопрос каковы отношения между мужчиной и женщиной это физические отношения или еще какие-то какова суть вопроса ну я думаю можно ответить на вопрос об отношениях мужчины и женщины очень хорошо все что происходит сейчас касается всех видов которые существуют на земле и это проявляется в наиболее трудных регионах и затрагивает человечество происходят сдвиги которые позволяют мужчинам и женщинам создать более божественное партнерство или товарищество это как отношения между землей и небом которые становятся ближе друг к другу когда созидаются божественные отношения между людьми воспламеняется своеобразная страсть которая заключает в себе любовь любовь ко всему всему что разделяет этот же момент это же биение сердца это же дыхание отношения в этом году будут примерно такими в то же время я скажу что многие найдут общность с людьми противоположного пола совершенно неожиданные моменты совершенно неожиданными мыслями может быть они по-новому осмыслят брак какие-то условности брака исчезнут на смену и придут другие обещания или компромиссы это будет касаться и структуры семьи все это изменится с определенной точки зрения можно сказать что все это к лучшему если же есть какие-то не самые лучшие отношения то люди почувствуют что если они откроют свое сердце немного шире то это поможет им поможет им чувствовать интуитивно доверять ощущать доверять настоящему завтрашнему дню вчерашнему дню отношениям вчерашнего дня и тогда следующие и новые отношения будет легче признать и легче приветствовать спасибо большое есть еще один вопрос из чата надеюсь я сейчас могу его найти он формулируется следующим образом может ли Гая поговорить о здоровье в частности о болезни Альцгеймера и об аутизме это достаточно большой вопрос я скажу вам что те аномалии которые происходят на земле и в земле ставят перед человечеством вопросы на которые оно пока не может ответить и каким образом ему справляться с этими аномалиями человечество пока не знает и это же распространяется на все аномалии о которых пока не говорят или которые пока не могут урегулировать которые которые пока не могут в истинном смысле этого слова решить и люди которые имеют в себе аномалии они просто получают возможность выбора они получают огромную ответственность перед душой душа должна участвовать и присутствовать в жизни все время жизнь должна быть посвящена ей относительный успех этой жизни с точки зрения души рост в жизни это открытие того что одна жизнь равна трем или четырем жизням одна жизнь сопряженная с такой аномалией что же касается болезни альцгеймера она касается определенного аспекта памяти и она дает возможность изучать различные аспекты памяти которые доступны другим людям и проживать несколько жизней в рамках одной жизни то существо которым вы являетесь знает что на одной земле может существовать множество миров и точно так же человек может жить во множестве различных разумов эта тема однако заслуживает отдельного обсуждения исследования спасибо большое Гая спасибо за визит это было потрясающе у нас будут еще и новые беседы сейчас если вы не возражаете я попросил Пеппер вернуться чтобы мы могли завершить нашу передачу спасибо большое Гая спасибо всем слушателям которые присоединились к нам наша передача подходит к завершению распространяйте свет и пусть свет сияет внутри вас ваше дыхание это дыхание бога его частицы бога и то же самое касается всех людей итак Пеппер вы снова с нами да я снова с вами как дела Джо у меня потрясающе как у вас у нас было потрясающее общение с Гайей вы знаете Гая сказала что когда вы говорили про кремерку она сказала что она всегда там находится да я сказал про кремерку потому что это была напрашивающаяся аналогия да надеемся что там всегда будет Гая ну и кроме Гая будут наверное еще и другие гости итак Пеппер есть ли какие-либо завершающие слова для наших слушателей я думаю что весь мир в том числе и наши слушатели развиваются потрясающими темпами я рада что есть так много любопытных людей которые стремятся совершать открытие в духе любви в духе милосердия я люблю всех вас спасибо за то что пригласили меня и позволили поговорить с нашими чудесными гостями спасибо Пеппер я тем не менее напоминаю что 26 января в последнюю среду января будет первая программа Пеппер Юэйс которая называется решение для маленьких планет и там будет Пеппер там будет Гая вы сможете позвонить и поговорить с Пеппер передача будет выходить в эфир каждую последнюю среду месяца не забудьте 17 января Кевин Волген представить свою передачу у нее в гостях будет Териса Мур когда сходятся эти две женщины мы никогда не знаем что произойдет в 13 часов по центральному стандартному времени у меня здесь на канале Зона Пробуждения я хотел бы поблагодарить Джеффа и Линда Хоппи за то что они участвовали в нашей передаче из Эквадора спасибо ребят увидимся через неделю все мы можем внести что-то в этот мир посветлить сердца других начните с собственного сердца и так до следующей недели всего доброго до следующей недели всего доброго Продолжение следует...